Господи Божий мой, на тяну паван, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 24 по 38. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродиакона Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, отца Александра. В одних о них зачат Елизавет жена Захарийна и таяшися месяц пять глаголющий. «Яко тако мне сотвори Господь во дни, вня же презре от яти поношения мое в человецах». В месяц же шестый послан бысь ангел Гавриил от Бога в оград галилейский, ему же имя Назарет, к деве обручении мужеве, ему же имя Иосиф, от дому Давидова, и имя деве Мариам. «И вшет к ней ангел рече, радуйся, благодатная Господь, с тобою, благословенно ты в женах». «Она же, видевши, смутися, ословеси Его, и помышляши, каково будет целование сие. И рече ангел ей, не бойся, Мариам, обрети бы благодать от Бога. И сезачнеши во чреве, и родиши сына, и наречеши имя Ему Иисус. Сей будет велей, и Сын Вышнего наречется, и даст Ему Господь Бог престол Давида Отца Его, и воцарится в дому Иаковле вовеки, и царствию Его не будет конца. Рече же Мариам ко ангелу, каково будет сие, и деже мужа не знаю. И отвечав ангел рече ей, «Дух святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Тем же и рождаемое свято наречется Сын Божий. И сей Елизавет Южика твоя, и та зачат Сына в старости своей. И сей месяц шестый есть ей нарицаемые неплоды, яко не изнеможет от Бога всяк глагол. Рече же Мариам, сероба Господня, буди мне по глаголу Твоему, и отиди от нея, ангел». Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. В те дни зачала Елизавета жена Захарии и таилась пять месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь в Однисии, в которой призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц постан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же Деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел». На шестой месяц зачатия Иоанна Крестителя ангел Гавриил Постон был в маленький городок Назарет к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же девя – Мария. Хотя в Евангелии этого не указывается, но позднее предание церкви говорит, что Пресвятая Дева Мария рано лишилась родителей и была оставлена при храме вместе с другими девами. По достижению Марии совершеннолетия, то есть 12-13 лет, она, следуя обычаю, должна была выйти замуж. Александр Павлович Лопухин пишет, «По церковным преданиям Пресвятая Дева, повзрослев, принесла обет девства на всю жизнь. И Иосифу она была обручена только для сохранения девства и для того, чтобы Иосиф мог дать свое имя родившемуся от нее Мессии». По достижении Марии определенного возраста священники обручили ее с известным своей праведностью вдовцом Иосифом, который уже имел многочисленное семейство от первого брака и был плотником. Войдя к деве, ангел назвал ее благодатной, то есть получившей особое благоволение Божие. Слова ангела смутили юную Марию своей необычайностью, и она принялась размышлять об их значении. Успокаивая ее, ангел говорит, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Архиепископ Оверки Таушев поясняет, «Царство еврейское в Ветхом Завете имело своим предназначением приготовить людей к духовному, вечному Царству Христову и постепенно преобразовываться в Него». Следовательно, царство Давида, как таковое, есть то, в которое сам Бог поставлял царей, которое управлялось по законам Божьим, все формы гражданской жизни которого проникнуты идеей служения Богу, которая находилась в неразрывной связи с новозаветным Царством Божиим. Мария с полной верой приняла благовестие ангела. Но она хоть и считалась формально женой Иосифа, фактически была лишь обручена ему, а значит, до определенного момента они жили отдельно друг от друга. По закону обрученная уже считалась женой своему мужу, и если бы кто узнал, что дева зачела не от своего мужа, то посчитали бы ее повинной в измене, что наказывалась побиением камнями. Поэтому она спросила ангела, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел ответил ей, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. То есть благодать Божия будет сопутствовать и оберегать ее от всякого унижения до момента рождения обещанного сына. Впоследствии мы узнаем, что Иосиф обручник и будет оберегать Деву Марию и Бога Младенца от поруганий и гибели. И хотя Пресвятая Дева не требовала никаких доказательств, ангел сам в подтверждении истинности своих слов указал ей на Ирисовету, зачавшую сына в глубокой старости по изволению Бога, для которого нет ничего невозможного. Проявляя доверие Богу, Дева Мария ответила, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Какой удивительный и прекрасный пример смирения и послушания Божьей воли мы слышим в этих словах Божьей Матери. Так и нам с вами, дорогие братья и сестры, следует стяжать смирение по примеру Пресвятой Богородицы, дабы всегда пребывать в доверии к Богу и благодати Святого Духа. Помогай нам в этом, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok